Более миллиарда рублей должны энергетикам управляющей компанией Чебоксары Новочебоксарска. Второй год в этих городах компания «Энергосбыт Плюс» предлагает жителям платить напрямую за потребленную теплоэнергию. Как это повлияло на сокращение задолженности в нашем репортаже. 512 домов в Новочебоксарске и Чебоксарах перешли на прямые платежи ресурсоснабжающей организации. В Т-Плюс называют такой переход вынужденной мерой. В 2014 и 2015 годах уровень платежей снизился до критического. Ряд управляющих компаний, предвидя будущее банкротства, просто перестали оплачивать потребленные теплоресурсы. Самая большая задолженность числится за банкротом управляющей компанией на ВЭК – более 100 миллионов рублей. Были управляющие компании, по которым сбор был порядка 50%, 40%, у кого-то 60%. И, конечно, вот такая ситуация, она вынуждает ресурсоснабжающей организации инициировать переход на прямые платежи граждан в адрес РСО. И я считаю, что это нам очень удалось, хорошо. Мы такую работу проделали в этом направлении очень большую. То на сегодняшний день у нас порядка 500 домов. Жители 500 домов оплачивают за отопление, за горячее водоснабжение напрямую. В Чебоксарах жители этих домов получают единый платежный документ, где собрана не только сумма за содержание жилья, воду, но и за тепло. И оплатить это можно легко и быстро. Т-Плюс взяла на себя расходы по оплате почтовых и банковских комиссий. Жители понимают, что деньги поступают к нам напрямую. Не было проблем с получением паспортов готовности. Ни для кого не секрет, что управляющие компании многие очень долго нашими средствами пользовались. Прямые платежи Т-Плюс – это еще и возможность управляющим компаниям получить реструктуризацию долгов. Кроме того, энергокомпания запустила для жителей традиционную акцию – в Новый год без долгов. Ее главная задача – поощрить добросовестных и ответственных потребителей тепловой и электрической энергии, не имеющих задолженности. Т-Плюс дает им бонусы. Участниками акции станут физические лица, которые оплачивают услуги отопления горячего снабжения напрямую и оплатят в декабре задолженность за ноябрь и авансовый платежный документ за декабрь. Вот когда будут выставляться квитанции за ноябрь, сразу житель получит еще одну квитанцию авансовую за декабрь. И вот в случае оплаты задолженности и этой квитанции авансовый декабрь, он автоматически становится участником акции «Новый год без долгов». Компания «Т-Плюс» работает в трех городах – Чебоксарах, Новочебоксарске и Шкарале. В прошлом году участниками акции «Новый год без долгов» стали 54 человека. В этом году подарков стало больше. Призы для добросовестных потребителей и весьма солидные фотоаппараты, микроволновые печи, пылесосы, мультиварки, пароварки, электрочайники, блендеры, комплект энергосберегающих ламп и многое другое. Да, но не нашему будет.